В Москве прошла выставка CTT, то есть строительная техника и технологии. Мероприятие пропустили ГАЗ и КАМАЗ, которым сейчас важнее решать производственные задачи, так что главной звездой оказался китайский Джак. Производитель из Хэфэя постарался привести максимум новинок, от мала до велика. Так, в сегменте лёгкого комтранса, поднебесный бренд решил бросить вызов Газели и фордовскому транзиту, представив модель Sunray. Внешне она напоминает мерседесовский спринтер прежнего поколения. Сама машина — это стандартный цельнометаллический фургон, в который, впрочем, доработчики смогут врезать стёкла и вставить сиденье, получив автобус. Под капотом солнечного луча, как переводится название Sunray, скрывается двухлитровый турбодизель отдачей 150 сил, с которым состыкована шестиступенчатая механика, но теоретически существует и бензиновое исполнение. О ценах и комплектациях говорить пока рано, хотя обязательную сертификацию машина прошла ещё два года назад. Известно, что российский офис китайской марки планирует предложить несколько вариантов по длине и высоте. Все они полной массой 3,5 тонны, то есть под права легковой категории B. В Россию техника будет попадать из Казахстана, где налажена сборка таких фургонов. А ещё Sunray делают в Белоруссии, притом под маркой МАЗ. Новинка классом постарше – шасси N200 полной массой 20 тонн, способное перевозить около 14 тонн груза. Под весьма современной кабиной скрываются 300-сильный турбодизель Каменс и возьми ступенчатая механическая коробка. Перевозчикам обещана широкая гамма версий. На выставке стоял бортовой грузовик, вдобавок оснащённый краново-манипуляторной установкой. Он стоит около 10 миллионов рублей, но самый простой вариант отдадут дешевле – за 8. За те же 8-10 миллионов Джак готов продавать и тяжёлые модели. На CTT перевозчикам предъявили трёхосный миксер и четырёхосный самосвал, но, опять же, надстройка может быть совершенно любой. В движение китайцев приводят моторы VHI, отдача которых варьируется от 350 до 420 сил. Коробка передач одна – это 12-ступенчатый механический фастгир. Учитывая, что даже самый простой самосвал КамАЗ-6520 стоит около 7 миллионов рублей, тяжёлая техника Джак совершенно точно найдёт своего покупателя. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова